Вечер добрый. Слушаете вы свое радио, как обычно. Ничего нового, извините, кроме года. Ну и понятное дело, что в студию своего радио каждый вечер по будням с 8 до 10 приходят живые люди, живые музыканты. С ними мы живы беседы беседуем, песни поем, время проводим хорошо. Я надеюсь, вы сегодня с нами проведете время удивительно в теплой, доброй, радостной атмосфере. Традиция есть традиция. Поем, потом уже начинаем разговоры разговаривать. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Панали. Прогоняли сон. Фонарь светил, и мысли лезли мне в голову со всех сторон. Я говорил соседям выше, что завтра рано мне вставать, чтобы вели себя потише, что просто невозможно спать. Я уши заткнул, не помогает. Никто меня не любит, никто не понимает. Никто меня не любит. Сосед сказал, что я свободен, он мне сказал, братан, поверь. Твое нытье давно не в моде и просто вытолкал за дверь. Глубился долго на пороге, а после вовсе стал орать, Чтобы я шел своей дорогой и не мешал им отдыхать. Я уши заткнул, не помогает. Никто меня не любит, никто не понимает. Никто меня не любит. Я наезжать пытался робко, но матом послан был лихим. Тогда я выкрутил им пробки, сломал почтовый ящик им. Потом у милиции накапал и, успокоившись душой, В глазке три буквы нацарапал и потихонечку ушел. Я уши заткнул, не помогает. Никто меня не любит, никто не понимает. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, Хе-хей! Давай гуляй, ширно-каловые! Уху! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... — У нас сегодня предновогоднее настроение. — Это у вас, а у нас Новый год. — Ах, у вас Новый год, тогда извините. Вообще у нас 17-го числа мы отмечаем. И вот с наступающим, граждане, всех поздравляем с наступающим Матологическим Новым годом. У нас здесь все дела, шампанское рекой. — Да, слышишь? Река, река. — Да, река, уже всё, утекла. — Но всё равно мы отмечаем предновогоднюю пору. Накаки Назарович Зирменштейн, он же в миру Александр Минаев, сейчас только что разговаривал. Надо всё-таки всех остальных обязательно представлять. Хоть знает вас всех наизусть, но, тем не менее, есть обязательная традиция, если традиции никогда не попрощаюсь. Гогей Гогей, Сикорский, конченый гитара, вокал. Или Сергей Степанов, миру. Серёж, ну к микрофону хотя бы разочек подойди, дорогой мой. — Наушники? — Не надо. Зачем тебе наушники? — Зачем тебе наушники? — Просто скажи «здрасте». — Здрасте. — Вот, спасибо тебе большое. — До свидания. — До свидания. — С наступающим. — Спасибо, и вас так. — С наступающим. Терминатор Куклачёв, клавиши, вокал. Он же Роман Мухачёв. Рома, вот он, замечательный Рома. — Вместе с диваном идёт. — Здрасте. — С наступающим. — В России. — С наступающим. Ну и человек, у которого свой собственный микрофон, обычное дело для барабанщика, для ударника. — Да, я такой. — Да, Аркематий Кислородин. Он же Андрей Ронин. — Я отдельный. — Привет. С наступающим. — Добрый вечер. — Андрей Петрович, отдельный теперь. — Да, отдельный. — Да. — Водораздельный. — Кухня. Он готовит. Он сегодня готовит. Шампанское за тобой. — В общем, тайм-аут. И мы сегодня получаем удовольствие уже не в первый раз. И понимаю прекрасно, что аудитория ждала вас и радуется сейчас. Это клёво. Братцы, ну, понятное дело, что есть на этой традиции. Она у вас уже давно сложилась. Как я понимаю, ещё год с 91-го. По-моему, где-то у тебя на дому. — Да, было дело. Ну, абсолютно точно излагаешь исторические факты. Случилось это, по-моему, да, 91-й год. Это было 23-е июля, по-моему. Июня. — Июня, наверное. — Да, да. 23-е июня. Вот получилось так, что первый раз мы отметили мотологический Новый год. Несколько лет мы отмечали всё это дело летом. Потом возмущённая общественность начала на нас наезжать. Типа, что вы отмечаете, когда все отдыхают? В плане того, что никого нет. Ну, и решили, как приличные люди, перенести на осень, чтобы было по старому стилю, по новому стилю. Ну, и получается, что традиционно по старому стилю 23-е июля... — Ня-ня-ля-ля. — Ну, в общем, где-то там. — Ня-ня-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. — По новому стилю каждый год разное число, но это варьируется, я серьёзно говорю, от вот 17 октября, наверное, это самый ранний, а самый поздний у нас был 12 декабря. И вот в этом промежутке... — То есть я не хочу сейчас прослыть каким-нибудь ахальником, но это как пасхово, оно постоянно меняется. Я так понимаю. Попробуй угадай, когда. — Да. — В итоге в этом году когда? — 17 октября. Это вот ближайшая суббота. — Это где? — Это клуб Вольта. — Как знаете, да. — Что, знаете, дорогу-то? — Так приходите. — 17 октября клуб Вольта. — Если что. — Матологический Новый год. Сегодня у нас предновогодняя пора. Мы за некоторое время... Сегодня какое-нибудь число-то, господи, 13 за 14 лет. — 13-е. — В общем, ну, нормально. Как раз тот самый период, когда можно уже начать наливать потихонечку. Так, не особо. А кто у вас, кстати, сказать, перед началом Нового года за президента вещает? — У нас нет такого вещателя. — А кто тогда сообщает всем, что вот оно пришло? — Внутренний голос. — Хорошо. В этом есть логика, я понимаю. — 46-47. — 46-47. Это короткий номер для ваших смс-ок. Сначала пишите свои, делаете пробельщика, потом уже все, что хотели бы отрисовать коллективу. Группа, официальное сообщество, то бишь ВКонтакте своего радио, там давно уже выложен анонс, под анонсом можно отписываться, уже много чего написано, я почитаю. По ходу дела там возможные вопросы какие-то будут. Пока только восторги. Ура-ура и так далее. Радостно людям смеются, хохочут, получают удовольствие. — Без причины. — Абсолютно, да. Но, тем не менее, вопросы тоже есть, мы их потом поищем. — Чаты для вас работают. Один из них на сайте своего радио, своерадио.фм. Там все просто, прямо написано «чат». Ну, для всех, кто не очень видит, с правой стороны около картинки чат. Также можно видеть все, что в этой студии происходит, если оно вам надо, конечно. На сайте, опять же, я сейчас поставлюсь, своерадио.фм. Сверху плеер, в плеере слева онлайн-аудио, это чтобы слушать. А справа онлайн-видео, чтобы смотреть, там синенький такой кружочек. На него кликаете, и вот все, вы здесь. Здесь «Планета.ру» помогает нам в этом плане, и картиночку они нам дают, ну, представляют, то бишь, из нашей студии, снимая все это дело и транслируя. Там же тоже чат есть, в котором также точно можно отписываться. Все, что касается «Коннекта», я рассказал, теперь надо петь дальше. — А, уже песня? — Конечно. — Мы вот, кстати, сегодня... — Скажу сразу, что у вас новиночки сегодня есть. — Может быть, мы знаешь, что сделали? Мы когда сегодня пришли, нас сразу обескуражили, что песня про ежа, которая, в принципе, свежая, она вот этим летом записанная, она уже здесь по полной программе. — Она просто... — Брастит просторы эфира. — Брестит просторы эфира. — Брестит просторы эфира. — Брестит просторы эфира. — Я тебе хочу сообщить, что эта песня, во-первых, она в премьерах, но это ладно, это одна сторона. Премьера всегда хорошо, но началась программа, первый выпуск, который был в субботу, называется «Это свой хит-порядок», и, собственно говоря, снимая информацию о расположении песен по лайкам, которые делает аудитория на сайте, вдруг оказалось, что эта песня вошла в топы, так сказать. И сейчас она в топы, не путай. — Вот, эта песня стала аудиторией на прошлой неделе безмерно популярной. Посмотрим, как она будет двигаться в этом чарте дальше. Вниз, вверх, это уж посмотрим, как будут голосовать за неё. Но я полагаю, что часто её и хочется петь. — Да, а что? Ну, если есть такая возможность, надо двинуть песню дальше. — Давай попробуем. — Давай попробуем. — Так что это... — Как всегда... — Исполняем песню про ежа. — Окей, как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» здесь сегодня тайм-аут. — А это же, по-моему... Это у нас, по-моему, будет... Мы ни разу её в эфире не играли. Это вот «Живьём». Да, это премьера. — Да ладно? В прошлый раз играли же. — Нет. — Как нет? — Это новейшая песня. Про ежа не было в эфире. — Не было? — Ну, в смысле, в живом исполнении. Не было. — Слушай, она для меня настолько родная и любимая, что, мне кажется, ты её играешь всё время. — А это, скажу секрет, это старый стих. На старый стих была положена новая музыка. — Ах, вот чем дело. Звук в программе «Живые тайм-аут» здесь поехали. Ежик-зверёк из леса С виду вполне нормальный, Но если к нему приглядеться, Есть у него аномалии. Иголки торчат из тела В разные причём стороны. Но разве же это дело, Что ему всё дозволено? Еж, 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 колючий хитрый еж, Его там просто в руки не возьмёшь. Еж, 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 колючий хитрый еж, Его так просто в руки не возьмёшь. Попробуй дотронься пальцем, Бельку проткнёшь мгновенно. Вот если бы он был зайцем, Было бы лучше, наверное, Наезд, скакал бы ушастый по лесу, Косил бы лиловым глазом, А тот с иголками ползает И косит под дикообраза. Еж, 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 колючий хитрый еж, Его там просто в руки не возьмёшь. Еж, 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 колючий хитрый еж, Его там просто в руки не возьмёшь. Еж, 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 колючий хитрый еж, Его там просто в руки не возьмёшь. Еж, 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 колючий хитрый еж, Его там просто в руки не возьмёшь. Еж, 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 колючий хитрый еж, Его там просто в руки не возьмёшь. Еж, 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 колючий хитрый еж, Его там просто в руки не возьмёшь. Еж, 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 колючий хитрый еж, Его там просто в руки не возьмёшь. Еж, 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 колючий хитрый еж, Его там просто в руки не возьмёшь. Давай! Жги, Дерминатор, жги! А любит он это дело? Чего это он от меня кошечкой-то прикрылся? Ты что, глазки прячешься? Все, я тебя, лица твоего не вижу. А то он укротил ее. Я понимаю, он укротил ее так, что теперь спрятался. Давай, мне глаза твои нужны. Смотри, что пишет народ. Чего говоришь? Безликий. Он безликий. Кошка ликий тогда в таком случае. Значит, здесь в чате на сайте Маруся Кашкина, что пишет. Вау! Я вижу мотологов и имею такие к ним вопросы. Первый. АНЗ болеет за ХК Динамо. Ну, понятно, что речь ХК. Значит, Москва, Динамо-Москва. Будут ли на праздновании мотологического Нового Года на сцене хоккеисты на коньках и с клюшками? О-хо-хо! Нет. По асфальту очень тяжело добираться на коньках. Но кое-кто... Кстати, из хоккеистов посещал наши мотологические года. Были такие приличные люди. И из московского Динамо, и из подмосковного Витязи. И из сборной России тоже приходили ребята. Приходили. То есть они как-то симпатизируют. Ну, симпатизируют у нас, скажем так... Или пить любят просто. Ну, определенные... Ну, нет. Знакомые просто. Хорошие. И дружба присутствует. Мы... Было дело на матче СКА-Динамо. Открывали этот матч своей зажигательной композицией. Какой? А это было... Мы переделали... Я люблю кататься на... Я люблю Динамо. И жахнули. И тогда Динамо выиграло. Я не знаю, мы уж повлияли на это или нет. Вам надо почаще тогда. Слушай, я какое-то время назад... Это было... Ну, я сейчас не помню, сколько лет. Общался с одним из хоккеистов. Ну, в прошлом уже хоккеистов серьезных. Вот. И он рассказывал... Я не знаю, насколько это можно вообще озвучивать. Но мне кажется, что это дело уже давно не секрет. После игры, как только заканчивается хоккейный матч, команде выставляется ящик пива. В обязательном порядке. Потому что пиво и его внутренние компоненты очень быстро восстанавливают силы. Поэтому я и спрашиваю. Если уж хоккеисты приходят на Матологический Новый Год, они приходят с пивом? Или на пиво? С крепким пивом. Они просто приходят. Вот. А там уже, честно говоря, в зале темно. И что они там... И уже не уходят. И мы уже не знаем, что они там... Когда они уходят. Когда они уходят, мы не видим. Да, кстати, у Маруси второй вопрос. Есть ли... Внимание. Есть ли среди Матологов свободные для романтических отношений мужчины? Ну, это вот, наверное... Терминатор пошел. Мужчина с кошками. Укротитель. Он потому и с кошками, что свободен для романтических отношений. Как я понимаю. В общем, ответ ему дали на оба вопроса, что ценно. Ну, это, знаешь, как вот корабли, да, входят там в гавань на флагшоке такие... Не на флагшоке, а на мачтах флажки. А у Романа... Когда он свободен, кошка на окне висит. А, то есть надо, ходя мимо дома, поглядывать на окошко. Если кошка стоит на окошке... Да. Кошка на окошке. Это что-то... Значит, свободен. Стучит три раза. 46-47. Короткий номер для смс-оклажек. Сначала свои пробельчики. А потом все, что хотели бы адресовать ребятам. Значит, какие праздники еще у мотологов есть, Максим Васильевич? А какие, кстати, у вас праздники есть, помимо праздников календарных в стране, которые празднуются, так? Терминатор пошел? Куда пошел? Кошки зовут. А, все, я понял, да. Он свободный жимущен. Влекут кошки. Он не может выйти. Забыл, когда... Нет, главное, что пошел. Праздники какие? Да. Да нет, скажем так, вот широко с общественностью мы отмечаем, конечно, только мотологический Новый год. Потому что хорошего должно быть понемножку. Устали друг от друга. Сколько можно? Ну, вообще много, да. Давно мы вместе. Видеть уже невозможно делиться. Ненавижу. Я сейчас представляю, как они общаются друг с другом как раз в период Нового года, когда есть возможность нормально... Поговорить. Накатить и поговорить, да. Все лично. Кстати, а часто лично и друг другу высказываете? Ну, в такой серьезной форме, не в шутку. Это только если идет рабочий процесс создания какого-нибудь нового произведения. Когда все друг по другу узнаете. Когда расходятся принципиальные взгляды по поводу, я не знаю, звучания гитары, например, либо клавишных партий, либо басовых, тогда каждый друг другу объясняет, какие ноты надо брать и какими примочками пользоваться. Втихаря, причем. Потом все пользуются свинцовыми примочками. Так, стоп, подожди. Вот это объясни мне, пожалуйста. Я не очень понимаю, что это такое. Свинцовые примочки? Прикладываем мы местам. Ушибы мягких тканей. Понятно. Тогда понятно. Тогда теперь понятно. Просто у вас своя терминология. Я ее, в общем, не все еще пока выучил. Фонарики-то я понимаю. Фонарики-то... Это я понимаю, да. И вся публика на концертах крутит... Там свинцовые примочки тоже. Тоже там же, с фонариками? То есть фонарики со свинцом, как я понимаю. Да, естественно. Это какой-то барабанщик нам, что мы обычно подносят. Подносим. Фонарик. И свинец. В водой руке. Дорогой примочки. Ну, свинец, ну, хотя бы литый свинец или так, куском. Обычный жидкий бронистский свинец. А я могу тебе, знаешь, какой совет дать? Чтобы он тебя не отвлекал, выключи ему микрофон. Нет, я не хочу. Я принципиально не хочу его обучать. Не дождёшься. То есть куда ушел телеместр-то, я не пойму. Нам бы как-то так дальше поиграть. А я не знаю, кстати. Надо вернуть этого человека. Он просто вышел и ушел из студии. У человека дела. Он свободный мужчина. Он поехал домой. Мужчина свободный. Поэтому почему бы нет? Фонарик со свинцом помахал и приложился сразу. Григорий Грус написал. В общем, абсолютно логично. Ну, раз его пока нет, скажи, пожалуйста, имей в виду вообще всю творческую жизнь. Понятно, что она большая, она красивая, она замечательная. Тайм-аут группа с огромным бэкграундом. А вот тут, посмотрите, какая штука. Народ пишет. Мне не народ, а вот человечек написал, что слушаю пока. Слушаю веселый смех. Как же не улыбнуться? Жду песен коллектива в живом исполнении. Пока не понимаю, цепляет или нет. А что тут не понимать-то? Не-не-не, а я уже привык к тому, что даже очень раскрученные крутые коллективы люди, бывает, пропускают в своей жизни как-то, может быть, не связывают одно с другим. Ну, понимаешь, какая штука? Могут знать песни и не знать группы. Мы об этом тоже говорим. А мы с этим очень часто сталкиваемся. До сих пор, между прочим. Скажи мне, например. Нет, но то, что это, скажем так, обычно из других городов, вот когда проявляются люди, слышат песню там, ну, совсем старую, что-то, скажем так, металлогическую классику. Там, Йохан Палыч, да, или Буратино. Говорят, так это вы? Вот. Да, типа я 20 лет ее слушал. Любил. Любил, да. Нежно. Приехали вы и все испортили. Да, теперь я знаю, как вы выглядите. Насколько отвратительно вы выглядите. Да, лучше бы я, вы разрушили мою мечту, дай, хрустальную. Вот, я поэтому и хотел бы, я не знаю, там, какая у вас программа запланирована сама по себе. А ты скажи, мы можем и выполнить. Вот. А можно и не выполнить? Можно, можно и выполнить. Куда делся Терминатором, мне объясните, пожалуйста. А мы сами не... Пупсик смылся. Нет, может, можно и без него сыграть какую-нибудь песню, которую точно должны знать все, просто потому что вот Елена Варнакова, она пока не понимает, цепляет или нет. Надо как-то ей объяснить, что, кто, откуда. Ну, я сейчас ей все объясню. Елена, тебя, дорогая, цепляет. Тебя уже зацепило, если ты слушаешь все это. А вот. Ну, что-нибудь старенькое такое, вот точно угодненькое. Нет у нас, да, у нас нет клавишника. Я могу стих рассказать. Думаешь, это поможет? Это типа песня, только без музыки. Да, я тебе точно. Он на стихи ходит, он на стихи идет, как на живца идет. Сейчас подманим. Давай. Вот и барабанщик пошел. С наступающим, ребят. Так, тогда немножко поэзии мотологической. Давай. Я чувствую себя гвоздем, внедряясь в дерево структуру. Для прохождения вперед я напрягу мускулатуру. Я раздвигаю волокно железным крепким длинным телом. Я проползаю сквозь бревно. Я занимаюсь нужным делом. Я дырки делаю собой. Меня с почтением вбивают. И я проколол бы шар земной. Да только шляпка не пускает. Вот. А, вот выяснил Петрович, куда ушел барабанщик. Сейчас придет. Ну да. Барабанщик нет. У меня есть еще стих, если надо. Давай, давай, читай. Можно? Ух, у меня сегодня звездный час. Давай. Про любовь. Про любовь. Давай. Вот девушки, которые нам пишут. Улыбнись улыбкой без зубы. Я опять прильну к твоей груди. И помнишь, у меня вчера... Пришел. Да. Нога, он пришел, да. Помнишь, у меня вчера горели трубы. Но теперь плохое позади. Я теперь лечу, торчу в какой-то мере. Может быть, плыву. Еще не разобрал. Но вчера в такое же, блин, время я томился, мучился, страдал. Но зато сейчас я в шоколаде. В венах бродит атомная смесь. На твоей груди лежу я, как в засаде. И хочу остаться я навечно здесь. Ура. Красавец. Да. Красавец. Я думаю, если ты прочитал бы такое стихотворение или делал это уже, любой барышне, с которой у тебя хотелось бы, ну, в свое время, когда ты еще мог себе это позвать. А я могу. Пока еще, если что. Смотри, услышал. А я не говорю, что я могу. Аккуратней. Я мог бы. Я мог бы. А я мог бы смочь. При слушании. Ну, давайте что-нибудь действительно такое старенькое, уж точно известное, чтобы тех, кто пока не очень понимает, знал теперь, наконец, кто такие. Мы про Йоханом Павловича говорили. Давай. Сейчас мы его и загрузим. Ну, и не вопрос. Ну, и теперь те, кто сомневался, те, кто до сих пор не очень понимал, сразу взорвутся. Я абсолютно в этом убежден. Погнали. Почтенная отца на небо летит. О, Йохан Павлович, трава зеленеет, и солнце блестит. Ты нас не бойся. Петух улюсь, и штаны мне залез. О, Йохан Павлович, барахтался долго, а после исчез. Ты нас не бойся. Большая тусовка спускается с гор. О, Йохан Павлович, а я достаю свой тяжелый топок. Ты нас не бойся. Большой трапитоз грустно съел и упал. О, Йохан Павлович, он руку и ногу и шею сломал. Ты нас не бойся. Соло давай. Сейчас дам. О, Йохан Павлович. 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 Субтитры подогнал «Симон» Йохан Павлович взлетел над одним из полей улюлюя Он тащился под звуки волынки и скрежет гитар Субтитры подогнал «Симон» Про кого мы только что пели Собственно, ответ дан Ответ дан Ну все, я надеюсь, Наташа, те, кто до сих пор не связывал одно с другим Теперь уже все эти петельки, крючочки сложили А я бы сейчас запутались уже Целое полотно Божественно! Спасибо, что Петровичу дали право голосу Это очень ценно Алексей Татаринов пишет Молодец Не-не-не, ну тут, 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 тут все, тут все, да Тут все красиво и все очень-очень гармонично Вот какая штука С одной стороны, если так смотреть на всю эту историю На историю тайм-аута Знакомы мы давно И музыку вашу, тем паче, я знаю очень давно Вы всегда выбивались, по-любому выбивались Из общества, так сказать, рок-н-ролльной тусовки Хотя бы уже потому, что вы смешны Ну, в каком смысле? В прямом! По жизни серьезные люди, серьезные люди А в музыкальном плане очень смешные И очень много у вас песен таких юморных, шутейных, как бы, да И, скажем так, выбивающихся из общего контекста и концепции Так называемого русского рока Ну, такая у нас, да, дебильная специфика, скажем так И поэтому, надо сказать честно Сейчас я вспоминаю тот период Предзнаюсь в этом абсолютно, Саня, сейчас я говорю вот как есть Тот период, пока работал на нашем И когда-то приносил песни Я все время думал, я хочу эту песню взять Но я знаю, что будет Я знаю, как эта аудитория Да-да, входи Вот как эта аудитория к этому отнесется Потому что они, у них свои заточки, понимаешь Но я рисковал Рисковал, брал, ставил И знаю, что не прогадывал Потому что, ну, действительно, это круто Надо понимать, что делает тайм-аут Это вот такая вот история, когда Человек идет в кино, например, не зная, как зовут режиссера Приходит, а это фильм, например, «Карвая» Смотрит и думает, блин, это что это за кино такое? Что тут никто это? Ментов нету, никто никого не будет Надо понимать, кто такой «Карвай» Или идет, например, в кино, для себя открывает неожиданно А это фильм Тарковского, к примеру А он шел на развлекуху какую-нибудь Все остальные сидят в кинозале и получают удовольствие А этот сидит один и думает Что за хрень-то такая Вообще смотреть можно? Надо знать, что такое музыка И кто такие вообще мотологи Мотологи? Ну, спасибо, прям это Чего? Медом нас залил Да ладно Да, уже залепаем Представь Не могу Получается, или прилип? Прилип Хорошо, посидишь какое-то время Скакать не будешь Так вот, к чему я? С одной стороны Вот у нас сейчас молодых коллективов Которые тоже играют музыку нестандартную Как бы с общей точки зрения С точки зрения Программных директоров, музыкальных редакторов Так сказать, сложившихся федеральных радиостанций Играют как бы не совсем то К чему они привыкли Само собой, их музыку не берут А я беру С удовольствием Не берут Я их спрашиваю Ну, вы же понимаете, что ваша музыка Она как бы не массовая Она как бы, вот если так Как бы в кавычки взять Ну, не будет приносить Того результата, который вы хотели Любой творческий человек хочет, чтобы его знали Как можно больше Кто-то соглашается Кто-то говорит Нет, почему? Вот кто-то сомневается в том Что они не могут быть массовыми Вы-то знали, что музыка Ну, мягко скажем Несколько шутовская Предполагали Да Но, тем не менее, ведь не сошли же Ни на миллиметр с этого пути За столько-то лет И не сойдем, боюсь Я уже Теперь уже поздно Мы в колее Теперь уже поздно И не выпихнешь Теперь уже поздно Ну, я бы не сказал Ну, да, у нас, кстати Кто-то нас в свое время назвал Скоморошим ансамблем Но это было не обзывательство Это комплимент Это в хорошем смысле Да, там человек Я не помню, кто-то из журналистов Такое скоморошество В хорошем смысле этого слова Ну, и, собственно, мы гордимся А почему бы нет Площадная музыка Вот Елена Варнакова Которая говорила Не знаю Зацепила Зацепила Она пишет Я знаю эту песню Так это были вы А я же раз Так это были вы Да, да Классический случай Когда слушаешь свое И забываешь посмотреть исполнителя Стихи очень рассмешили А к музыке Лично мое отношение нейтральное Время от времени Я очень люблю послушать Нечто такое эдакое в эфире Но пока не цепляет, увы Надо цеплять Да врет Врет, думаешь? Я чувствую это Выпей Расслабься И пойдет Слушай, мы с тобой вот что-то забыли сделать У вас в коллективе есть еще один очаровательный совершенно человек Тихий, спокойный Знающий свою работу просто на 55,5 тысяч баллов Человек, который, собственно говоря, делает за вас всю работу Вы же там руками мажете А он за вас уже решает все вопросы по звуку Нельзя пройти мимо Нельзя и мы не пройдем Это наш звукорежиссер Сергей Петченко Вот он здесь притаился в углу Тихонечко сидит Тихушник Тихушник Ну и наш звукорежиссер Сергей Дебальский Он тоже, он еще больше в углу Да, они сегодня Ну как они? Один Сергей помогает другому И в итоге получается то, что получается Я как-то однажды очень посмеялся над роликом Вы его знаете наверняка Как делается звук в студии Когда певица поет, звукорежиссер делает Продюсер стоит рядом По плечу звукорежиссера стучит Типа клево-клево Когда кадр съезжает в студию Поет она, говорит, отвратительно Да-да-да-да А этот бедный там Ну приборы-то сейчас Импортное оборудование Так вот я к тому, что Сергей делает то же самое На самом деле, если вы слышали, как они поют Ценизм, ценизм, ценизм Как они играют Отвратительно Ну вот Сережа все решает Ну это когда к сцене Подходит человек, показывает Да-да-да-да-да-да Да-да-да-да 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 Я сейчас еще дам жал Да Особенно, когда не строят инструменты Да Вот А так и сводить К чему так издалека заходил Есть какая-то серьезная песня? Ну прям вот серьезная-серьезная Чтобы вот душу рвало Нет, ну есть на самом деле Но мы не исполняем Они у нас почему-то Нет, а ты зря смеешься Они у нас на концертах не получаются Да ладно Я серьезно это говорю Все равно в хохоту уходит Да Уходишь Да-да-да Были моменты, когда мы дополнялись Половина доигрывали какую-то балладу Потом, типа, самих не прет Поэтому кому вот надо серьезности На альбомах все это дело есть Можно взять, послушать То есть там с восьми дублей получалось? Получалось, да Нет, вокалист, который у нас сейчас В данный момент на Кипре На Кипре Он же пел баллады Только до середины, я и говорю Да, но потом он оказался Через десять лет Я говорю, я больше не могу Меня вырли Ай, господин Ну ладно, тогда что вы там планируете дальше? А вот можем, кстати, вот Совсем новую песню Точнее, она переаранжированная Свежак У нас что-то в последнее время Какие-то техногенные песни пошли В духе времени Про поезд Да Про лифт Вот она сейчас прозвучит Про лифт Песня про лифт Нет, про лифт Давайте про лифт Про лифт Да Сейчас он их убедит Про лифт Про лифт Про лифт Про лифт Берлингов В этом слове есть буква Т в конце Имейте в виду Есть, есть Песня про лифт Им, конечно, свойственнее больше про лифт Но поют сегодня про лифт Можем и про лифт Нам все равно Я знаю, я знаю Это вообще не вопрос Как всегда, живые звук в программе Живые Здесь сегодня тайм-аут Погнали Лифт для человека Место опасное Там много маяков И маньяки разные Застрянешь А жить так хочется Скончаться можно от страха Или от одиночества О-о-о-о Замуровали демоны О-о-о-о Кнопка вызов не работает А если застрянешь Это же на десятом Кроешь лифтеров А горным матом Их кроешь А им все пофигу Им наплевать На судьбу твою О-о-о Замуровали демоны О-о-о Кнопка вызов не работает Кабина лифта Корабль космический Все работает Автоматически Сказал Сказал Поехали И стал Гагариным И уже не выйдешь Двери Задраены О-о-о Замуровали демоны О-о-о Кнопка вызов Не работает Не работает Не работает О-о-о-о О-о-о-о Замуровали демоны О-о-о-о Кнопка вызов не работает О-о-о-о Замуровали демоны О-о-о-о Кнопка вызов не работает О-о-о, забуровали демоны О-о-о, кнопка вызов не работает О-о-о, забуровали демоны О-о-о, кнопка вызов не работает Всё Ну а говоришь, серьёзных песен не поёте Ну куда более серьёзных А-а-а, когда другое дело Страшное место, между прочим А ты в курсе? Конечно Застрянешься в этаже на десятом Особенно когда в доме твоём вдруг оказывается, что у него трос порвался И он стоит по этому И думаешь, какое счастье, что ты в это время не выходил Какое счастье, что ты не трос Тот самый, который порвался Так вот, Максим Васильев Эту тему мы обсуждали уже неоднократно Возникло сомнение у слушателей, что в Книгу рекордов Гиннеса Попали за концерт на Северном полюсе Было такое дело Эти люди могут, мне кажется, играть где угодно Кстати, я хочу вам предложить, раз уж песня про лифт была Сыграть концерт в лифте Попасть в Книгу рекордов Гиннеса, как единственная группа, которая сыграла полный концерт Было, нет, только не концерт Опять-таки был Да, в лифте, у нас было в лифте У нас было в лифте, на самом деле Мы снимали клип А у кого не было в лифте? Мы снимали клип «Я люблю кататься» И вот весь наш ансамбль с инструментами Был запихан в лифт И там исполняли припев Так что это запечатлено в клипе Так что вот, лифт мы освоили эту территорию Выдержали Не получилось у меня Ну ладно, было и было Главное, что это было В самолете хотели играть В самолете В воздушный шарик На воздушном шаре у нас тоже, к сожалению, не получилось Не поперло, да? Нет, там была проблема вот в чем Мы уже приехали Собственно, и корзину снарядили И оборудование туда закинули И все, что можно, чтобы звучать там, наверху В стратосфере Погода испортилась Подвела Да Дождь, ветер и, собственно говоря, не смогли поднять шар А на следующий год Два раза мы делали попытку, два года подряд Вы в полном составе хотели? В полном составе, да Там самая большая корзина была, которая вот на воздушном шаре Это уже было готово Там не хватило буквально каких-то, не знаю, часов для того, чтобы на... Но какие ваши годы? Да не знаю Теперь не с кем договариваться У нас, честно говоря, потерялась связь с ребятами Вот Да, они плюнули, сколько же можно, мы сколько пытаемся Два года, да Ну все уже Знаешь, для людей, которые летают Там, для летчиков и стратонавтов Как называются те, которые на шаре как-то? Стратонавты Стратонавты, да Они же очень люди, которые верят во всякие разные приметы Сейчас дважды, два года не получилось, значит, ловим его нафиг Да Как можно дальше Скидываем балласт Да, уж лучше так Сергей Малевин вот что пишет Привет, меня как раз недавно на группу тайм-аут пробило, в кавычках А дело было так, недавно Решили... А, решил переслушать... Решил переслушать архивы радиостанции SNC за 91-й год Ну а куда там без мотологов? Вот и слушаю регулярно для повышения настроения Рад, что они по-прежнему в развете сил Хотя их уже тогда называли легендами рока С 91-го года вы... Это же у нас тогда легендами называли Да, дураки всякие С 91-го года так в легендах и худите, получается Ну ладно, будем там же сидеть, да Вот я и полагаю... А вообще, что такое легенда? А я не знаю, это же не мы же сами себя так Не-не-не, а давай мы отвлечемся от вас Вообще, в принципе, что такое легенда? Легенда, вот на мой взгляд, легенда это сказка Ну, ты знаешь, мне больше нравится определение, как в «Кавказской пленнице», да? Легенды, тосты, обычаи Тосты! Хорошая легенда Да, вот это... Просто легенда, это не история Легенда, это часть правды, к которой примешивается какое-то количество Еще и черт, может быть, не присуще Пищевые добавки Да, да, бады Вот, бады Это часть правды плюс бады Вот так оно и получается Ады-бады Да, 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 да Значит, Григорий Груз написал Да, нормально, помнится, отмечали день рождения у знакомых еще в 90-х Два дня у него дома, потом скучно стало Всей толпой человек семь перебрались вместе с журнальным столиком И двумя гитарами в грузовой лифт И там полночи зажигали Так что, в принципе, лифт – нормальное место для музыки Да Какие еще экстремальные идеи в кратере действующего вулкана, например, на дне Марианской впадины? Ну, я не знаю насчет впадины Посадите нас в кратер, мы там сыграем Главное, чтобы были те, кто довезет Да, да Потому что мы за ваш счет все, что угодно Если вы их довезете до кратера, посадите их в нужное место, в нужные точки Ткани вам еще, о-хо, как сыграем И можем еще и стихами, если накинуть А ну давай А, еще стихов? Конечно У тебя они классные Так, ну тогда что-нибудь приличное вспомнить Про что? Про змею? Хорошо Давай Кудрявое солнце с высоких небес Лучами как пальцами тычет в меня Но что же мне делать? Куда мне залезть? Хожу и жалею, что я не змея Да, был бы змеею, в нору бы заполз Свернулся клубком бы и тихо дремал А если б к норе подошел хулиган И руку засунув меня бы поймал То я бы тогда сказал под лицу Ты, видно, совсем очумел от жары Меня положи и уйди от норы Еще раз придешь, огребешь по лицу Ну вот Так Я сейчас представил змею, разговаривающую с хулиганом Да И которая, в принципе, готова и по лицу Под лицу Да Красивая картинка Мультик Это для кого как? Мультик Судя по всему, это история жизни Да Практически Когда я сидел в норе Когда я спал в норе Помнится, спал я в норе Ладненько, давайте петь дальше Петь Привет вам, уважаемые Очень круто вас слышать А может быть, увидимся скоро Один из Каневских Пишет смс-портал Ну, спасибо, один из Каневских Это кто такие Каневские? Ну, какой-то из них Каневские разные А Каневских много Вот, да Не факт, что завтра Потому что, может быть, это степ Скоро увидимся Скоро, да А может быть, он придет 17-го числа Сейчас мы гадаем А он же может написать А написать можно все, что угодно 46-47, да Свои пробелы А дальше все, что напишешь Либо 46, либо 47 Не-не-не, тут все однозначно 46-47, пробел А дальше либо то, либо это Хорошо Что будем петь? Давайте мы исполним Вот же есть у нас что-то Типа подобие серьезной песни В репертуаре Гогей Гогеев Сикорский конченый исполняет Ты здесь? Я здесь Здесь, за спиной За спиной давай прячется Жертва научной фантастики Ах ты Ну, тоже классика жанра получается Да, и классика серьезная Вдруг неожиданно Неожиданно серьезная классика Как всегда, живой звук В программе «Живые тайм-аут» Здесь сегодня Мы в преддверии Мотологического Нового Года Который случится 17 октября В этом году Так, по их расписанию В клубе Вольта Да А теперь поехали Жертвы научной фантастики Жертвы научной фантастики Крепкие плечи Суровые лица И даю рожью Как не гордиться Как не поверить Юродивой силе Долго молились Пока лоб не разбили Жертвы научной фантастики Гордо стоят И ликуют в сторонке Можно кричать Но только не громко Можно стоять до утра за вином Зато повезло На язык помело Жертвам научной фантастики Вешают кири На сильные уши Если не веришь Сходи И послушай о том Как поют Соловьи и ятрели Жертвы научной фантастики Жертвы научной фантастики Жертвы научной фантастики Жертвы научной фантастики Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 с магнитной лентой двухдюймовый студии огромный все это сейчас все такое мать и но с другой стороны есть еще момент что все таки полезли как наряду с талантливыми хорошими вещами молодым молодые группы играют там произведения наряду с этим конечно лезет и дофига профнепригодного просто материала мы-то должны это должны это понимать и поэтому количество хороших она всегда была и остается неизменным давайте вернись вернись на рабочее место спасибо ты хорошо ответил спасибо большое как будет называться песня которой мы закроем этот час после чего естественно после паузы вернемся на три минуты которые до люди как люди а окей как всегда живой звук программе живые все люди как люди а здесь тайм-аут поехали и и и и и и люди с утра на работу а ближних своих проявляют заботу книжки читают газеты листают а я с утра за столиком с другом алкоголиком а я с утра за столиком с другом алкоголиком а я с утра за столиком с другом алкоголиком умные граждане строят карьеры метят президенты или даже премьеры локтями толкаются на сверх пробиваются а я с утра за столиком с другом алкоголиком а я с утра за столиком с другом алкоголиком я с утра за столиком с другом алкоголиком звезды шоу-бизнеса в богатстве купаются хорошо продаются хорошо покупаются сверху талантами бриллиантами а я с утра за столиком с другом алкоголиком а я с утра за столиком с другом алкоголиком а я с утра за столиком с другом алкоголиком а я с утра за столиком с другом алкоголиком ну что же продолжим пожалуйте сегодня здесь тайм-аут мы находимся в предбаннике так сказать ботологического нового года который случится 17 октября в клубе вольта правильно да гулять будем по полной программе а скажи пожалуйста поперед сейчас песню она уже конечно будет спеть но тем не менее а что значит гулять по полной программе в вашем исполнении помимо песен чего еще будет ну так в качестве может как ну ярко ослепительный шоу раз это они вы сами по себе яркие ослепительные вот нет яркое это раз ослепительное это два шоу это три танцы фонарики это четыре ну короче говоря масса приятных вещей сколько на сколько рассчитана программа ну ты знаешь а мы как-то не ограничиваем себя но и не перетруждаем или больше ну наверное около двух что-то мы не если покатит мы добавляем если не катит то мы убавляем поэтому на самом деле не ну порядка двух часов конечно программа будет но раз уж мы заговорили о клубе вольта я позволю себе вставиться так сказать сегодняшний эфир пожалуйста отвлекаясь от сегодняшних гостей сообщу что 1 ноября я даже не верю что так происходит потому что время 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 летит невероятно быстро 26 октября станции под названием своего радио год исполняется 1 ноября мы отмечаем это событие это нематологически новый год это просто праздничный просто праздник какой концерт в клубе ты не поверишь вольта о классное место это очень хорошим потому его и выбрали да так вот в клубе вольта 1 ноября большой праздничный концерт честь годовщины радиостанции свое радио могу сказать что будут выступать для вас такие группы как чаханте мордор оберег никогда гринькой green группа артерия дороги меняют цвет nobody one и есть сюрпризы которых я не могу разглашать просто потому что действительно бомба абсолютная как минимум один из этих сюрпризов шибет башню у всех я абсолютно убежден у всех тех кто придет я знаю что люди люди уже едут к нам из архангельска из минска на этот концерт уже выехали смысле медленно едут из челябинска в том смысле что люди берут билеты для того чтобы приехать на этот концерт правильно делают а те кто живет поближе мне кажется будут свин с венотами если не придут потому как люди издалека даже едут ради того чтобы посмотреть на это дело на сцену выйдут ведущие радиостанции те кто сможет на самом деле приехать потому что вот например никита круглов он из питера если у него получится он приедет тоже в обязательном порядке появится на сцене поговорить залом пообщается и так далее будет очень весело очень бомбово начнем в 6 часов в 5 начнем запускать гостей в зал само собой за час как так рассчитывать свое время и часов до 11 минимум будем сжечь напалмом есть возможность купить билеты в кассе клуба есть возможность это сделать через онлайн кнопочку на сайте клуба вольт все у нас в группе выкладывается все это можете видеть 15 числа 15 числа заканчивается предпродажа 500 рублевых билетов начинается продажа 600 руб как она да а в день концерт 1 ноября билеты будут стоить уже 800 поэтому вы так постарайтесь немножечко как-то рассчитать денежку и и время потому как очень бы не хотелось чтобы вы переплачивали а у нас есть это возможность начать семнадцатого и зависит там не уходите бесплатно все это дело посмотреть для вас закатимся куда-нибудь под диван для вас и потом и так 1 ноября клуб вольта большой праздничный концерт честь годовщины радиостанции свое радио всех ждем до этого все-таки 17 тоже не забудьте заглянуть 17 это мотологический новый год там же в вольте собственно может если вы продержитесь если вы продержитесь семнадцатого до первого то бесплатно то точно все дело посмотрите как будет называться следующая песня следующая песня в исполнении ансамбля тайм-аут будет называться поезд на луну тоже свеженькое произведение как всегда живой звук программе живые напомню здесь сегодня тайм-аут погнали поехали на 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 она На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на. Ди, жена, я опять стою у темного окна. Жду, готов. У меня сегодня встреча в ноль часов, У меня сегодня все необычно, на-на-ра-на-ра-на-ра-на-на-на Все нелогично и неприлично, на-на-ра-на-ра-на-ра-на-на Да, дела перемещаются небесные тела И луна пролетает мимо моего окна И я четко слышу лунный голос На-на-ра-на-ра-на-ра-на-на-на-на Зовет меня в открытый космос На-на-ра-на-ра-на-ра-на-на-на-на-на Поезд отправляется Осторожно, двери закрываются Двери закрываются Осторожно, поезд отправляется Я не дурак Луна не может разговаривать никак Но До сих пор Продолжаю нереальный разговор И я снова слышу лунный голос На-на-ра-на-на-ра-на-на-на-на Зовет меня в открытый космос На-на-ра-на-ра-на-ра-на-на-на Поезд отправляется Осторожно, двери закрываются Двери закрываются Осторожно, поезд отправляется Двери закрываются Поезд отправляется Двери закрываются Поезд отправляется Двери закрываются Двери закрываются Домой Это было 7 минут назад Буквально В начале второго часа программы Всех с наступающим МНГ Значит, лимонное дерево С сушеными огурцами Срочно нарядил Активно разбрасываю по квартире Чушую леща Скоро открою пиво А фонарики уже крутили? Не, не крутили Не крутили еще Крутить будем чуть попозже Вас ждали Да, мы торопились Но не спешили Вот Александр Кирьянов Написал очень большое сообщение Я почитаю его очень быстро Потому что человек Судя по всему Ну действительно Очень в курсе Очень в теме Здрасте нафиг Большое спасибо тайм-ауту За внезапный Новый год Ведь Новый год Это всегда компания Приятных тебе людей Завтра не на работу И вообще спасибо За всякий раз праздник При появлении тайм-аута В поле зрения и слуха Желаю с давних пор Любимому тайм-ауту В новом мотологическом году Добраться с гастролями В наши казахстанские степи У нас тут хоть и не Монголия Но мы что-нибудь придумаем Конечно, много-много Незабываемых и неповторимых Курлтаев У меня два вопроса Не очень глубокий И не глубокий вообще Первое Со второго давай Первое С уходом одного из главных Идеологов группы Песни, в которых Пуздой выступал как вокалист В репертуаре ансамбля Остались ли? Неужели блинчики со сметаной Песни при первых звуках Которая только глухой Не пригласит даму на танец Или начнет размахивать Зажигалка И одной из самых На мой взгляд Лиричных песен Перед лицом дамы Одной из самых Да-да-да Тихо-тихо-тихо Он так усы ей так поджигает Одной из самых Пишет в данном случае Александр Вот С уходом Пуздова Незаслуженный Матологический отдых Незаслуженный Матологический отдых Так и канет в лету А вот и нет Парам-пам-пам Поете У нас эту песню Исполняет один из авторов Ее У нас же Роман Мухачев Между прочим Терминатор Куклачев Да-да-да Вот они вдвоем Один поет Другой играет Собственно говоря И вот Кстати на новом году 17-го числа Будет исполняться Эта песня Обязательно Обязательно И второй Который вот Совсем не глубокий В клипе на песню Я люблю кататься Вашим Акакин Назарыч Партнером По съемочной площадке Помимо Пуздова Был такой персонаж Как сантехнический Чугунный вентиль Был Эти вентили Решительно всем известны Своей тяжестью Зато Как вы Акакин Назарыч Размашисто Баюкаете этот вентиль В одном из эпизодов клипа Вам уже нужно Героя дать Внимание Вопрос Сколько пришлось И не замучились ли вы С Пуздым Таскать этот вентиль По городским улицам И этажам Во время съемок Ведь наверняка Все снималось Не с одного дубля И на какой минуте Баюканье Вентиль Так и уснул Где-то сейчас Этот вентиль Это уже вопрос Риторический В сторону Да Ну Я могу сказать Когда снимали Все это дело Молодые были Глупые Не понимали Что тащим Поэтому нам Было все равно Грыша пришла Позже Короче Берегите себя Люди И хотел бы Еще спросить Пишет Ну терминатор Куклачева Любит ли он кошек По фамилии Вроде как должен А вот Имя заставило Сомневаться Хотел спросить Но увидел кошку На его клавишных Вопрос Снялся с повестки Дня сам собой Садись, Рома Но Рома хотел ответить Рванул С уважением От лица всех Любящих кататься И крутить фонарики Казахстана С надеждой На блинчики со сметаной В репертуаре С наступающим Не, насчет блинчиков Не бойся, дорогой Все у нас присутствует Даже можно сказать Что в двух ипостасях Как она прозвучит у нас Да Сначала про блинчики Потом про сметану Ну, по какой-то степени Она будет в сольном исполнении Ну, в смысле Полноценной песни А еще же мы сделали Папури Не можем все сыграть Песен много Да, много Времени мало Мало Мы решили сделать попури И вот один фрагментик Там тоже блинчики Она получится у нас В два раза пройдет За мероприятие А, вот так Вот таким вот путем идете Слушай-ка Ты сказал сегодня Перед эфиром Что сегодня будет Абсолютная премьера какая-то А мы ее сыграли Лифт Лифт А что ж ты не предупредил Что вы ее играете А это сюрприз был Ну, вот так он был и прошел Надо же было подчеркнуть Этот момент Что премьерка-то вот она Мы можем ее еще раз сыграть Премьерка-то уже была Это не проблема Ладно, ладно Для вас вообще проблем не существует Что там дальше По программе-то у вас Так Мы можем предложить Несколько вариантов Будьте добры Весь список зачитать Да Итак Коль вот Роман Мухачев здесь Рассказывает по студии Чего он бестолку Ходит? Пусть поет Мы сейчас исполним Композицию лирическую С простым и коротким названием Песня про навоз Да Я хочу тебя спросить сейчас Я, конечно, прошу прощения А почему именно эту песню Ты Роме доверил петь? А лучше его Никто его не У нас из коллектива не исполняет Как всегда Живой звук в программе Живые Здесь сегодня Ансамбль Тайм-аут Погнали Со страшною силой Крутится земля Реки, озера, леса и поля В поле когда-то валялся я Кто я, отгадайте? А просто навоз Мне на босу хорошо Я ни с кем не дружу Где положат, там лежу Где положат, там лежу Только знаю я не зря Как удобрена земля Нами, набозами Живыми, полезными Только сам поймешь ты счастье Если вляпался в меня Пусть пореже посещают Плодородные поля Где проехал паровоз Там теперь лежит навоз Там, где было полироз Там теперь один навоз Едет по полю обоз Зэ, сэ Зэ А на нем навоз, навоз Братья милые мои Надрываться не хочу Я давно про все забыл Л Я теперь навоз — Шучу! — Этический навоз. — Это белый танец. — Рома Мухачёв, ну, понятное дело, что под такую песню только танцевать с дамой. — Знаешь, как это в том анекдоте, когда две барышни, старые-старые подружки, давнишние подружки... — Старые барышни? — Нет, они молодые, но старые подружки. Идут, значит, одна по своим делам, другая с мужичком. Причём самое-то интересное, что барышня статная, высокая, стройная, всё в порядке. А мужичок такой маленький рядом с ней, какой-то карапузик, такой лысенький, да как-то даже, наверное, староватенький-то для неё уже. Ну и подружка-то её в сторонку отводит и говорит, скажи мне, пожалуйста, это кто? — Говорит, это мой мужчина. — Нет, подожди, ну ты же красавица. Ты же первая красавица в школе-то была в своё время. Ты чего себе выбрала-то вот такого-то? Она говорит, ну знаешь, как принято говорить, что мужчина — это куча навоза. Ну так вот я себе взяла поменьше. — 46-47. — Смешно. — Да. 46-47 — это короткий номер для смс-к ваших. Сначала пишите свои, пробелите, когда все, что хотели бы отрисовать коллективы, это если иметь в виду смс-ки. Но Мухачёв очень душевно их поёт. — Зацепил, да. — Их кого? — Смс-ки поёт. — Ты же понимаешь, да? Напиши, я тебя не слышу. Значит, а про Сухибатора был хит, и что для участников группы символизирует данный, без сомнения, великий герой монгольского народа? — А что тут непонятного? Это великий воин, да, монгольского народа. — А, про блинчики была. Про блинчики поёшь песню? — Да, про блинчики мы уже сказали. Это всё присутствует на концерте. — Не-не-не, я к тому, что Рома поёт её? — Поёт, да. — Всё-всё-всё. Так вот, про Сухибатора ты не закончил, извините. — А, Сухибатор? Ну, возьмите, граждане, вот что. Зайдите в интернет, наберите «сухе-баттер», да, и там всё про него вылезет. А для нас это просто, не знаю, незаменимый человек в мотологии. — Вот как-то так. — Ну да, так получилось. Я даже не знаю, почему. — То есть он главный мотолог, он главный идиот? — Нет, нет, потому что он на лошади Пржевальского скачет до сих пор. — Ага, ага. — Никак остановиться не может. — Ага. — Эй, кричит он, эй. — Ну, то есть отсюда всё пошло? Отсюда есть земля мотологическая пошла? — Ну, вообще, если уж совсем к истокам, да, то земля делится на две части, на два побережья. Это, в смысле, Квачиное побережье — это одна часть, а второе — это Монголия. Больше нет ничего. Вот. И граничит они где-то непонятно где. И вот Сухибатор, естественно... — Пограница скачет. — Да, да. — Пограничник. — Хмуро. — Я понял. Значит, пограничник Сухибатор. С одной стороны от него Квачиная территория, с другой непонятно что. — Монголия. — Ну, то есть Монголия в данном случае. Ну, и, в общем, он как-то это все оберегал. Понятно. Смотри, какое интересное есть сообщение, какое интересное, от Кати Афанасьевой. Вот эту песню про навоз я пела в столовой. В результате меня выгнали и отругали. Я так и не поняла, что меня выгнали. — Вот, и я тоже думаю, что тебя выгнали. — Я тоже думаю, что глупые были люди, которые Катю выгнали. — Это была плохая столовая. — Как раз для столовой. — Песня хорошая, а столовая плохая. — Это гимн на столовой советской, в хорошем смысле. Да куда положат туда, там лежу. — Там лежу. Собственно, по-моему, хорошо. — А что, напрягаться? — Не надо напрягаться, надо петь. — Петь? — Да. — Чего это будет? — Ну, мы можем опять предложить. У нас, правда, все меньше песен остается в нашем сегодняшнем репертуаре. — Так, давайте мы рок-песню можем спеть. — Вы? — Да, рок-песня. — Тайм-аут будет петь рок-песня? — Рок-песня про трусы. — Про трусы. — Ну, про трусы-то это близко тайм-ауту, я понимаю. — Это всем близко. — Это всем близко, а тайм-ауту особенно. — Практически у каждого есть трусы. — У кого железные... — Свинцовые. — Свинцовые трусы над нами проплывают. — Ну, давай. — Давайте. — Как всегда, живой звук в программе «Живые» и здесь сегодня тайм-аут. Поехали. Поехали. — Мы сжем электричество в топках динамиков. — И нам наплевать на предохранители. — Мы землю раскачиваем словно маятник на полную мощность, включив усилители. Рок играть, не трусами махать, это работа для крепких парней. Девушки стонут от наших аккордов, ударим по струнам сильней. Плющим мозги, расширяем сознание, доводим до ручки, до точки кипения. В поезде нашим, без расписания, весело катимся против движения. Рок играть, не трусами махать, это работа для крепких парней. Девушки стонут от наших аккордов, ударим по струнам сильней. Давай, Снёпа! Рок играть, не трусами махать, это работа для крепких парней. Девушки стонут от наших аккордов, ударим по струнам сильней. Рок играть, не трусами махать, это работа для крепких парней. Девушки стонут от наших аккордов, ударим по струнам сильней. Рок играть, не трусами махать Это работа для крепких парней Девушки стонут от наших аккордов Ударим по струнам сильней Рок играть, не трусами махать Это работа для крепких парней Рок играть, не трусами махать Это работа для крепких парней вы ведь можете ну как рог да только еще какой рок вот да и сразу и про трусы ты что а здесь все складывается мне кажется само собой но одно с одним рог с трусами рог что трусорок называется трусоватый такой какой есть они не 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 я не о том вы только анекдот что-то вместе на анекдот вообще глядя на вас невозможно не вспоминать анекдоты а коротко расскажу по моему как-то уже рассказывал ну неважно в тему будет как раз когда встречаются два молодых еврея только-только вышли в жизнь так сказать оба женились неожиданно примерно в одно и то же время родились у них дети и вот они встречаются как-то на одной из гулянок и слушаю тебя вроде как сын родился да и у меня тоже сын замечательно у твоего как у меня все в порядке а у твоего да все хорошо но только знаешь одна проблема он как-то так родился без век в смысле без век ну вот такой вот дефект он так вот смотрит на жизнь широко открытыми глазами он даже когда спит не умеет закрывать глаза век нет ну вот такой дефект во второй могу слушай подожди подожди яйца коты им обрезание уже делал нет еще так ты ж теперь знаешь как применить обрезанное прошли годы лет через 25 они встречаются снова уже такие достаточно пожившие два взрослых евреев встречаются снова примерно в одно и то же время в одном и том же месте о здравствуй дорогой садятся разговаривать вспоминают о том о семе слушай а как твой мальчик потрясающий мальчик потрясающий вот как ты сказал так мы собственно и сделали тогда очень удачное было между прочим решение мальчик закончил школу на одни пятерки мальчик закончил музыкальный институт консерваторию играет на скрипке сейчас в лондонском симфоническом оркестре мальчик потрясающе развивается у него великолепное будущее только ты знаешь какой-то хреноватый взгляд на жизнь 46 47 это короткий ну там другое слово я не могу его употребить в эфире вы же понимаем мы понимаем вы же мотова и но так спасибо вам выступление за на за выступление на нашествие это было отличное бодрое утро каково вам открывать сцену в 10 утра ну-ка вопрос да а это уже традиции кстати по поводу этого фестиваля я честно говоря даже не знаю сколько лет мы открываем субботний день самым разный нет нам пока четыре года нет намного больше это лет сорок ну я мной просто пальцами ноль не изобразила не но это на самом деле около 10 мы открываем сцену мы открываем субботу в утреннем до выступлений я уверен что толпа огромная около ну это что-то это я не знаю непередаваемо кайф просто солнышко только-только еще свежий воздух еще лица можно различать пока не сливается послушай но опять же зная ваш коллектив зная ваш характера все и зная ваш оптимизм и тот огонь с которым вы смотрите на жизнь относится к вообще происходящему их музыки которые занимаетесь у меня вот какой вопрос вдруг возник а бывают такие минуты когда даже вы я имею ввиду господа мотологи даже вы и группа тайм-аут даже вы улыбчивые открытые светлые люди вдруг впадаете в дикую хандру ну скажем вот кризис среднего возраста к примеру такой период у мужчин бывает как пмс у женщин так вот у мужчин случается такое проходили это все или как-то миновало вас это ты поставил в тупик этим вопросом то есть ты не знал что у тебя будет средний возраст я не знал что будет кризис а вот не не знаю честно говоря это можно выпил и свободен вот пожалуйста если серьезно не было вообще никаких критических моментов ну не знаю я и честно говоря я вас никогда грустными не видел сколько мы знакомо поэтому не юморим когда об этом не думал а то есть это такая это защитная реакция ну не на самом деле я не могу защита или нет вопроса так живем так вот рома пошел сейчас начнется сейчас главный юморист сейчас ну конечно незащитная редакция реакция вот петрович правильно сказал это внутреннее какое-то личное кредо стержень такой стержень титановый там дал танталовый хорошем смысле этого слова ну подожди секунду я про тантал не нефритовый я сейчас танталового терминатора буду пытать скажи нет но в любом случае жизнь не может быть исключительно позитивной она так или иначе выдает нам периодически какие-то возможности для того чтобы уйти в некий коматоз да вы же тоже люди вы нормальные человеке у вас нормально все с мозгами с интеллектом любой интеллектуальный человек не может жить так кажется я сейчас его отключу он мне он не мешает дико в любом случае человек с интеллектом он так и так размышляет о чем серьезно вот если вдруг накрывает ну не может такого быть чтобы не накрывала что делаете вот ты лично что делать ну и тот же самый пресловутый интеллект но то наличие которого субъективно конечно как только со стороны виднее сам как можешь про свой интеллект договорить вот он как раз и помогает собраться нет мне кажется что профессия нас спасает потому что мы занимаемся своим любимым делом поэтому а я вот вопрос когда накрывает жду когда начнет отпускать так сколько у меня в прошлый раз три дня шло ну подождем три дня пока отпустили на самом деле мотология чем хороша это наука кайфе в хорошем смысле этого слова чтобы сделать любую не в как не в кайфовую ситуацию такую чтобы она тебе приносила какое-то удовольствие пусть даже сомнительное но у меня в нее только войти то есть получается насколько теперь уже рисуется картина общая совершенно четко и понятная ваша аудитория та которая придет 17 придет 17 октября в клуб вольта отмечать металлогический новый год это аудитория людей я так понимаю уже давным-давно пропитанная вашим духом вашим настроением я имею ввиду группа тайм-аут вашим внутренним состоянием это те люди которые в принципе являются вам практически родными да хорошим но их много но очень много родных позитивный родни много родни много жуть какая-то но это же хорошо да это же хорошо вот тогда еще один вопрос и потом песню будем петь сколько у тебя осталось там запланировано сейчас скажу три произведения все так и должно быть так вот еще не вопросы будем петь когда случается ну скажем вот такой момент как новый год праздник ваш матологический да логический праздник вы к нему готовите себя понимаю довольно долго и морально к этому идете и внутренне готовите себя к этому и творчески готовить себя к этому потому что будет весело ты же понимаешь то я не знаю кто называл скоморохами но это действительно правда как в той истории с клоуном грустным он всех веселит а сам-то в общем находится в состоянии несколько иного рода то есть это не подавленная такая история в вашем-то случае вы же понимаете что вы отдаете на сцене всех себя целиком радуете зал зал крутит фонарики кричит вам ура носит на руках все выдохнули вышли и пошли они гулять дальше а вы все эти два часа в общем надо сказать серьезно работали нас я тебе все объясню сейчас все выдохнули пошли отдыхать а мы пошли деньги делить понимаешь блин с этими людьми всерьез вообще разговаривать да так она невозможно сидим и раскладываем аккуратно разглаживаем мятой купюры так вы из зала зрителей зовите быстрее посчитаете тогда да нет пусть пока по отдыхают нам не жалко поэтому в хорошем настроении сегодня пребываем у нас как касса как говорится деньги в кассу культуру в массу молодец давайте дальше минуты без банкноты что творожную массу плещет терминатор в руки будут звуки видно как кабацкое прошлое давайте подобрали прошу стволу что это будет дальше песня про жизнь сейчас споем да она такая спокойная вроде бы но не совсем но если копнуть да поглубже как всегда живой звук программе живые здесь сегодня тайм-аут погнали давайте а можно даже побыстрее немножко вот отлично кликайте дайте я сам начну о хорошо то как у еще лучше стало жизнь моя тянется резиной сегодня с машей завтра зиной сегодня пан завтра пропал сегодня хором и завтра подвал сегодня карман полный завтра пустой сегодня герой завтра отстой сегодня плющит завтра колбасит сегодня в основе завтра в запасе наша 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 жизнь ромашка гадай дай дай не угадаешь полоску лоску лоску как тельняшка найдешь и потеряешь сегодня водка завтра похмелье потом опять водка опять веселье сегодня хаммер завтра вас сегодня даст завтра не даст нашим наша 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 жизнь ромашка гадай дай дай не угадаешь полоску лоску лоску как тельняшка найдешь и потеряешь жизнь моя тянется резиной сегодня с машей сегодня с машей завтра зиной сегодня ты завтра тебя и завтра тебя и завтра звонок наш ответ а это все это рь — Вот самое что интересное, я тебе скажу, даже самые серьезные, казалось бы, глубокие тексты и глубокие мысли музыканты группы Time Out умудряются каким-то образом настолько клево и неожиданно выигрывать. Я уж к этому давно привык, я просто сейчас это подметил еще раз для того, чтобы подчеркнуть эту историю, что самая, казалось бы, сложная проблема, если она есть, ну, там, жизнь как тельняшка, черное-белое, все эти философские расклады, они же о том и говорят, что жизнь неравномерна. — Да. — Они все равно превращают в некую стебочек, такой хороший стебочек. Кстати, что касается стебочка, быть интеллигентным и смешным иногда сложно. В вашем случае это удивительная многолетняя практика, причем практика, которая становится уже, мне кажется, даже такой легендарной. Вишь, Time Out все начинают улыбаться. Вот когда мы говорим, кто у вас там, Time Out, а, Time Out, и все улыбаются. — А это хорошо или плохо? — Ну, если как над адиотами, то плохо. А если как над интеллигентными людьми, то хорошо. — Хорошо. И как раз вот это как раз вас и радует очень, очень серьезно и по-серьезному располагает. Значит, 100% пишет Павел Ляндебурский. Боже мой, какая сложная фамилия для выговора. Ляндебурский, сейчас я выговорю. Павел Ляндебурский. 100% пишет он. Каждый металлогический Новый год как встреча с родными людьми, так всегда бывает душевно, по-домашнему, ну, прям как в программе «Живый». — Это я от тебя. Большая просьба, может ли Акакий Назарович передать привет моему другу Квачу Кириллу Жу? — Василий Шахнович пишет. — Жу, привет. — Кто ты из своих? — Все, не знаю. — Ну, хорошо. — Ну, я на всякий случай передал, а вдруг... — Подожди, что надо, чтобы стать Квачом? — Квачом? — Да. — О-хо-хо-хо! — Так. — Ничего сложного. Достаточно посетить металлогический Курултай, типа металлогического Нового года. И тебя там, независимо от того, хочешь ты или нет, сделают Квачом. Ты выйдешь оттуда одухотворенный. — Приличным человеком. — И оплодотворенный, понимаешь ли. Вот. Добро пожаловать! — Мы сделаем вас счастливыми! — Просто когда человек пишет моему другу Квачу, я подумал, что, может быть, есть какой-то обряд посвящения. — Вот там они и все. — Хорошо. — Все очень быстро, незаметно. — Главное, что человек даже понять не успевает, а уже Квач. — Да-да-да, так оно и есть. — Раз Квач три. — Четыре-пять. — Вышел Заячек, погуляй. — Квачик погуляй. — Квачик, да, Квачик. — Квачик, времечки все меньше и меньше. Как жалко, когда оно так лихо уматывает и улетает. Давай, наверное, что сделаем, чтобы просто понимать потом, как мы будем заканчивать. Вы все что-то споете, а потом посмотрим на остаток времени и уже распределим. — Давайте! У нас два произведения. Ночь-Луну мы можем сейчас исполнить. — Давай, давай, это замечательно. Очень бы кстати было. Как всегда, живой звук. — Темно. — Темно, темно, и луна на небе. Живой звук, как всегда. Программ «Живые». Здесь сегодня тайм-аут. Поехали. — Ночь. Луна. Точу карандаши. В пальцах лезвие предательски дрожит. Образ твой рисую уже четыре дня. Получается полная фигня. Я тебя замучаю, любовью могучую, жаркою, опасною и разнообразною. Я тебя замучаю, любовью могучую, жаркою, опасною и разнообразною. Ночь. Луна. Фонарные столбы. Навевают эротические сны. От фантазий пухнет голова. Я тебя замучаю, любовью могучую, жаркою, опасною и разнообразною. Я тебя замучаю, любовью могучую, жаркою, опасною и разнообразною. Я тебя замучаю, любовью могучую, жаркою и разнообразною. Кресты, где-то здесь притаялась ты. Почва мягкая, копать не глубоко. По запаху, по запаху, найду тебя легко. Я тебя замучаю, любовью могучую, жаркою, опасною и разнообразною. Я тебя замучаю, любовью могучую, жаркою и разнообразною. Я тебя замучаю, любовью могучую, жаркою и разнообразною. Я тебя замучаю, любовью могучую, жаркою, опасною и разнообразною. Я тебя замучаю, любовью могучую, жаркою и разнообразною. Демон по этому поводу пишет, гимн некрофилов, как всегда, весело о грустном. Ну так. Ну так, а как еще? Здесь, кстати, Лекса написала по этому, на тему любви, по этому поводу. Ромашка делится на два типа. Любит и неправильная какая-то ромашка. Ну, может быть и так. По-моему, убедительно. Слушай, скажи, сколько по времени будет финальная песня, чтобы я как-то подресчитал времечко сейчас. А хочешь, мы ее вообще играть не будем? Не-не-не-не-не. А я думал, свинтить. Что значит не будем? Будем-будем. А я не знаю. Она, наверное, три с половиной минутки где-то так. Ну вот все, молодец. Помнится, еще в 90-х, пишет Григорий Груз, попал на их концерт. Как раз успел именно на них. После просто летел по улице от заряда позитива. После него, значит, попал именно на них. Видимо, какой-то сборный концерт был. Ну, может быть. Надеюсь, что летел-то с допустимой разрешенной скоростью. Сам летел, да. И, в общем, по правилам, как я понимаю, его не остановили, судя по всему. Ну что, осталось действительно совсем чуточку времени. Как всегда, когда здесь тайм-аут, как всегда, когда здесь мотологи, я имею в виду программы живые, это оборачивается всегда стороной очень неприятной, неприличной и неприглядной. После эфира хочется, неописуемо хочется выпить. И во время. Во время я себя держу в руках. Это да. Я же не говорю, что мы тут пьем. Да. Я вообще ничего не говорю. Но хочется. Хочется, потому что возникает ощущение какого-то полета. Возникает ощущение какого-то неизбывного детского счастья. Как оставить в себе во взрослом человеке столько детства, это вы спросите, пожалуйста, у того же Минаева. Например, он знает. Он точно это знает. Он вам расскажет рецепт. Причем рецепт будет абсолютно точным. Как сохранить в свои 74 года внутренний мир 19-летнего ребенка. Вот как это... Это ты меня сейчас спрашиваешь? Или ты агитируешь, чтобы меня спрашивали? Это я всех агитирую и тебя заодно спрашиваю. Не скажу. Я не могу. Не срослось. Да. И получилось. Ну, в общем, это очень ценное качество. И мало таких людей, правда, по-настоящему... Я сейчас совершенно без иронии говорю. По-настоящему выносящих в хорошем смысле мозг и возвышающих душу одним своим присутствием. Вот если вы 17-го числа, 17-го октября, возможно, кто-то из вас впервые окажется на их концерте. Ну, даже не концерт, это не просто концерт. Это мотологический Курултайм, мотологический Новый Год. Вы, я уверен, будете после этого мероприятия действительно потом на крыльях лететь домой, какое-то время еще чувствовать себя одухотворенным, потому что это по-настоящему весело, по-настоящему хорошо, кайфово, профессионально, по-настоящему тонко. В общем, то, как это делает группа Тайм-Аут. Жалко с вами черти расставаться, понимаешь, какая что-то... А ты приходи 17-го числа. И до первого сидеть уже там. И до первого там сиди, мы тебе лучшее место займем. Спасибо. Да, мы на Саутчик все равно раньше приедем. Я тебе... Лучшее место у нас на Талчке, я так понимаю. Потому что далеко отходить не надо. Зарезервируем. Есть ли чего. Аншлаг. Вот так что, да. На самом деле, да, друзья, приходите, будем всех рады видеть. И, ну, чтобы совсем достоверную информацию получить, заходите на наш сайт или, пожалуйста, в нашу... В группу ВКонтакте. Там много интересного. Там освежается информация каждый день. Вот так. Да, там много фишек, там много видео. Сам зайди, поржешь. Здесь заходил, смотрел, ржал. Зайди еще. Поржу снова. Значит, завтра, завтра в программе «Живые» совершенно другая музыка. Завтра здесь трактор «Боулинг». Будет громко, тяжело. И так же кайфово. Все, надо прощаться. Спасибо вам за то, что были здесь. Будьте вы здоровенькие. Чего поешь? Всем, да, большое человеческое спасибо, что слушали. А споем мы. Ты про детство говорил? Да. Вот мы тебе сейчас детскую-то и отгрузим. Спасибо вам, ребятки, большое. До следующих встреч. До завтра. И это я говорю о аудитории. Будьте здоровы. Пока. Погнали. Кто доброй сказкой входит в дом Кто с детства каждому знаком Кто ни ученый, ни поэта Покорил и смелость свет Кого повсюду узнают Скажите, как его зовут? Бу! Бу-ра-ти-но 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 На голове его колбак Ну а колбачен будет враг Злодеем он покажет нос И рассмешит друзей Да все-все песен Я не ум пою Скажите, как его зовут? Бу-ра-ти-но 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 Всем крутить фонарики полчаса Это приказ Сегодня просто праздник какой-то Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова